Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Сергей Корешков, старший участковый, полномоченный МВД России по Советскому району города Рязани. Сергей, здравствуйте! Ну вот первый вопрос у меня, наверное, такой. Честно говоря, вы первый участковый полицейский, который я вообще вижу в своей жизни. Ну я не знаю, наверное, с одной стороны это хорошо, да? Но с другой стороны, может быть, это неправильно. Вот как вообще дела обстоят и должны ли у нас люди знать обычные жители своих участковых полицейских? Распространенный вопрос, который люди задают, так интересно. Я не знаю своего участкового. Что значит, я не знаю своего участкового? Вся информация выложена на сайте. Достаточно. Вот почему никто не задает вопрос, что я не знаю своего терапевта, врача. Я не знаю своего терапевта. Да, я не знаю своего детского врача и так далее. Как это узнается? Соответственно, звонят в регистратуру, спрашивают, кто у нас. Врач приходит, принимает меры, назначает лечение. То же самое с участковым. У участкового полномоченной полиции достаточно выйти на сайт МВД Паризанской области, забить улицу, адрес, и сразу будет информация, даже с фотографией, и кто обслуживает, и сотовый телефон будет указан. Достаточно будет просто, не выходя из дома, узнать, кто у вас участковый. И вызвать, и участковый к вам придет. Но тем не менее, люди, например, когда что-то случается серьезное, но есть какая-то такая привычка, или люди знают, что нужно звонить 02, вот что-то случилось, приехала полиция. Вот в каких случаях нужно вызывать участкового полицейского? Все вызова 02, которые проходили на каком-либо административном участке участкового, все это участковый потом проходит. После того, как человек позвонил 02, собирается материал, выезжает группа мильного реагирования, а дальше, впоследствии, на следующий день данный материал проверки отписывается участковому полномоченному для принятия решения. Если там и участковый потом принимает решение, либо при лечении к административной ответственности, либо в избежении уголовного дела, либо просматривает данный материал проверки в полном объеме. Ну, наша служба, вернее, ваша служба опасная и трудная. Это понятно. Вот тем не менее, что входит в обязанности участкового полицейского? В обязанности участкового полномоченного входит, во-первых, за каждым участковым полномоченным закреплен конкретный административный участок, который он отвечает в прописанными домами, улицами. Соответственно, сюда входит весь подучетный элемент, который он обязан контролировать и проверять систематически. В том числе сюда входят охотники, лица, владеющие хладкоствольным, газом, травматическим оружием. Люди судимые сюда входят. Входят люди, которые освободились из мест лишения свободы, которые подпадают под административный надзор, либо формально подпадающие под административный надзор. То есть участковый полномоченный должен все вот это, весь свой подучетный элемент, также контролировать и знать, что они делают, чем они занимаются. Если охотник приехал, он должен об этом знать тоже. То есть все это тоже участковый должен контролировать. Но, тем не менее, домов становится все больше и больше, да, как бы жителей тоже больше и больше. То есть у вас постоянно получается вот это вот увеличение подопечных? Сколько сейчас вот домов, например, приходится контролировать? Ну, несколько десятков многоквартирных домов. В каждом доме бывает от 200 до 400 квартир. Сами видите, сейчас в сотке есть 18 этажей, есть 25. Через некоторое время у меня участок вырастет на домов на 10 еще, я думаю. Ну, будем работать. Ничего страшного я в этом не вижу. Но какую-то часть вот этих людей вы, наверное, уже знаете в лицо, что называется, да? С которыми приходится периодически общаться. Основная часть... Почему вот вы... Но это не законопослушная часть, правильно? Почему вы не знаете участкового? Потому что вы, скорее всего... Законопослушный гражданин. Вот кто систематически нарушает общественный порядок, правонарушения, преступления, они все проходят через участкового. То есть по тем же самым заявлениям, на которые на них пишут, административным правонарушениям, там, за распитие спиртных напитков, за курение, за хулиганство и так далее. То есть все материалы, которые вы звоните 02, проходят через участкового полномочного. Между тем, насколько знаю, сейчас рейды периодически проводят участковые полномочные, по квартирам ходят и рассказывают людям всевозможных мерах предотвращения мошенничества, краж. Да. В настоящее время учтились случаи мошенничества. Причем люди стали, несмотря на то, что систематически, в средствах массовой информации, систематически в интернете, через все пытаются людям объяснить, что мошенники, будьте осторожнее, не отдавайте свои деньги чужим людям, не открывайте двери посторонним гражданам, все находятся новые и новые уловки. То есть мошенники, они постоянно атакуют население. И мошенничество, и квартирные кражи – это самые трудно раскрываемые преступления. Поэтому самое оптимальное, чтобы это преступление не было совершено. То есть нужно его просто не допустить. Чтобы, когда к вам пришел посторонний человек, просто не открыть ему дверь. Не то, что в квартиру, даже в подъезд. Чтобы человек, набирая тот же самый дымофон в вашу квартиру, сказал «Здравствуйте, откройте, мы к вашим соседям». А на самом деле он зайдет и ту же самую соседнюю, не соседнюю квартиру, поднимется на этаж выше и кого-нибудь там обманет, либо зайдет в чужую квартиру, как-нибудь ее вскроет. То есть мы систематически раздаем памятки, проводим беседы с гражданами, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Конечно, совсем, я уверен, сложно будет победить. Но приложим всех к этому усилию, чтобы профилактика – это сильная вещь. Ну а вот, например, какой-нибудь случай мошенничества? Ну да, вот часто обращаются в ходе бесед с гражданами. Некоторые люди говорят, предположим, позвонил мужчина, говорят «Мама, меня заболевают в полицию, перешли, пожалуйста, деньги на этот номер». Мама говорит «А у меня нет цены». Потом приходят, обращаются в полицию. И вот они одному позвонили, второму, третьему, четвертому, пятому, и в итоге на кого-то попадутся, и кто-то деньги перечислит. Ну, тем не менее, кто-то, наверное, пойдет и действительно в полицию. Ловили потом таких мошенников. Благодаря именно обращениям граждан. Ну, проводятся оперативные мероприятия, систематически ловятся, конечно. Но я вам говорю, роль участкового в этом важна, в чем. Нужно систематически делать профилактическую работу с населением, чтобы этого вообще не допустить. Зачем потом уже по заявлению искать того мошенника, когда можно провести эту работу профилактическую, чтобы этого преступления просто вообще не было. А вот, кстати, по профилактической, по поводу профилактической работы, да, вот вы идете в дом и по квартирам, да, обходите граждана, им рассказываете что-то, как это происходит. Я вот в своей работе, я вот участковому работаю около 14 лет, я в своей работе понял одно. Самое главное участковый должен знать всех старших домов. Во-первых, старший дома, он общается со своими жильцами, со своими собственниками жилья, с арендаторами, которые в домах арендуют тельное помещение. То есть, вот эти связи надо поддерживать. Я стараюсь вот от этого отталкиваться. То есть, если старшие дома часто общаются с участковым, в этом доме меньше всего бывает преступлений. Вот часто я в основном уже вот несколько лет раздаю прям напрямую свой сотовый телефон, свой сотовый телефон. Тогда, пускай некоторые звонят просто там какую-то информацию сообщить, не обязательно там преступления, правонарушения. Звонят, например, во дворе, распивают спиртное. Приезжаешь, составляешь административные протоколы, раз, не помогло в следующий день, например, опять собрались, два, на третий раз уже не соберутся, потому что не каждому охоту распивать на той же самой лавочке. Если приедет через 10 минут участкового, выпишет всем штрафы, то есть, сами понимаете. То же самое. И систематически вот старшим домов, там вот у меня есть несколько общежитий, да, там вот на участке есть студенческое общежитие, да, там, то есть, чтобы посторонние люди там не концентрировались, не было как можно меньше преступлений, то есть, и правонарушений. Систематически, то есть, коменданты мне звонят, то есть, у всех практически у меня есть мой телефон. На что чаще всего жалуются люди? Вы думаете, наверное, что основная масса заявлений поступает на каких-нибудь старых домах, где живут такие там плохие люди. Я бы жаловалась, вот честно, на людей, которые вот перфораторами по утрам пользуются или по ночам. Происходят конфликтные ситуации. Основная масса, вот у меня, например, на участке, это в новостройках. Дом строится, только начинают люди заселяться, начинаются у них конфликтные ситуации. Вот как вы говорите, нарушения тишины и спокойствия, не поделили парковочное место. В последнее время, в связи с участившимися вот этими терактами, основная масса граждан звонит на сотовый телефон и говорит, проверите, пожалуйста, такую-то квартиру, там живут иностранные граждане. То есть, систематически данные граждане проверяются. Если там есть какие-то правонарушения, миграционные законодательства, тут же либо сам принимаем меры, либо совместно с ФМС, если там требуется какая-то моя помощь, если большое количество граждан. То есть, отрабатываются данные граждане, и квартиры либо со всем у нас стран граждан съезжают. Если они не нарушают, соответственно, продолжают проживать, и так далее. Ну, данная информация, она полезна. То есть, мобильная связь. Самое главное, вот я считаю, что участковый не должен бояться общаться с населением. Чем ближе ты будешь к этим самым бабушкам, старшим домов, старшим подъездов. Просто вот мне вот нравится, как вот идешь по участку, сидят на лавочке, например, мне там нравится, я участковый сам вот в Кальном, мне вот нравится там несколько домов, где постоянно собирается население. Подойдешь к ним, достаточно постоять минут 20-30, просто с ними пообщаться, они тебе расскажут все. То есть, это все правда про бабушку на лавочках, да? Ну, да. Некоторые там подойдут, там, суд не скажут, скажут, можно вас отойти? Да, пожалуйста. И они там... То есть, я звонить боюсь, я вот вам хочу сказать, вот такая ситуация, вот у меня там сосед появился, вот у него там тот и тот, и прям иногда получается выявлять преступление. В общем, у бабушки наши на страже закона. Ну, да. Сергей, вот такой вопрос, вы сами только что сказали, да, что это близкое, достаточное общение с людьми, участковые полномочные, и вот уже 14 лет, опять же, как вы сказали, да? Вот почему именно такой выбор в работе полицейского? Когда вот я пришел только к работе участковым, там, в 2003 году это было, то есть, мне сначала там работа, честно сказать, не особо понравилась, я думал, вот, мне там надо все знать, все уметь, за всех отвечать, решать проблемы. Постоянно то заявитель, то тот, на кого пишут, пишут по какой-то... А потом в итоге получается, что ты уже владеешь обстановкой и знаешь про людей, например, в этом доме, кто чем дом-дом дышишь. Вот проходя по участку, ты знаешь, вот так вот здесь у меня живет судимый, вот такой вот статья, вот здесь у меня живет наркоман, вот здесь человек у меня недавно освободился, пойду его проверю, вот здесь у меня два охотника непроверенных, пойду-ка зайду. То есть, оно... Голова со временем, вот когда, я считаю, что 10 лет, там, 14 лет, да, там, ты просто без этого не можешь, ты как бы, вот, у тебя есть твой участок, за который ты отвечаешь. И ты вот все больше и больше. Чем он будет больше, чем будет больше домов, чем больше будет просто, да, конечно, общения с людьми, будет больше каких-то там новых заявлений, но от этого я особо не устану. Что ж, спасибо вам огромное, вот, как это, бдительных и... Самое главное, чтобы люди не боялись звонить в полицию. Ни в коем случае. Потому что, если у вас под окнами совершается какое-либо преступление, либо в подъезде совершается, граждане, чтобы не бойтесь звонить 0-2, не бойтесь звонить, что сейчас там 2-3 ночи. Потому что, если по горячим следам данное преступление вы заметили, оно будет тут же раскрыто и, возможно, предотвращено, и кому-то поможете тем самым. Многие граждане, многие граждане звонят на утро, говорят, вот, вчера в 3 ночи было вот то-то, то-то. Я их не знаю, я их не видела, и было темно, и побоялась выйти, побоялась позвонить. Что происходило, где что было, кто кричал, кто звал на помощь. То есть, нужно, участковый, это от слова «участие». Он не спит по ночам и всегда на связи. Нет, есть телефон. Если участковый не день, а ночь, можно позвонить 0-2, приедет группа немедленного реагирования и кому-то тоже поможет. И участковый на следующий день получит данное заявление и разберется в полном объеме в той проблеме, которая сложилась. По каждому материалу проверки имеются определенные сроки. Там, 3 дня, 7 дней, 10 дней и так далее. И в эти сроки участковый обязательно разберется. Ну что ж, спасибо вам еще раз. Да, друзья, все-таки будьте законопослушными. И напомню, в гостях у меня сегодня было Сергей Корешков, старший участковый полномоченный в ВД России по советскому району города Рязани. Программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!